Когда за окном белым-бело, а столбик термометра стремительно ползёт вниз, мы всё больше начинаем ценить домашний уют. Грядущим морозом сотрудники теплоэнергетики подготовились основательно. В этом году заменили 9,5 километров сетей. В планах на следующий – ещё 10. Мы провели гидравлическое испытание тепловых сетей. Значит, нами было произведено гидравлик на 153 километра сетей. Поэтому сети у нас в исправном состоянии, мы готовы к отопительному сезону. Также мы ведём постоянную профилактику этих сетей, ведём контроль. Готовиться к отопительному сезону специалисты начали ещё летом. Все 17 городских котельных получили паспорта готовности. Среди них и та, что на Орловского. Объект введён в эксплуатацию в сентябре. Оборудование самое современное, высокотехнологичное и энергоэффективное. Работает полностью в автоматическом режиме. Контроль раз в сутки. Отапливает 11 жилых домов и два детских сада. Произведена модернизация схемы теплоснабжения района от котельной «Мясокомбинат». Жилые дома, ранее подключённые к ликвидированным центральным тепловым пунктам, переподключены к новому теплоисточнику. Ожидаемый годовой экономический эффект от реализации проекта составит 179 тонн условного топлива. А эта котельная на Кирово работает на местных видах топлива. В основном здесь используют щепу. Это позволяет снизить зависимость от газа и повысить рентабельность. Себестоимость одной килокалории на 20% меньше. Оборудование надёжное белорусского производства. Принцип действия прост, как у большого самовара. Циркуляция горячей воды обеспечивает тепло. Весь процесс под контролем всего одного диспетчера. В наличии три котла. Два котла используем летом. Есть котёл СН-200. Запускаем его при морозе где-то в минус 15 градусов. Персонал у нас грамотный, обученный, готов к аварийным ситуациям. Заменена вся трасса на ОПИ-трубу. Определён и порядок действий в случае ЧАЭС, которые могут случиться из-за резкого понижения температуры. Сигналы о происшествиях поступают в диспетчерскую. Аварийная бригада приезжает в течение 27 минут. Сообщить о проблеме можно по телефону 78-94-01 или по короткому номеру 115. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.